Мы очень много раз произносили фразу о том, что киберспорт вне политики. На самом деле мы просто старались делать вид, что это так, потому что мы все делали вместе. Заходили вместе на одни и те же сервера, играли в одни и те же игры и наблюдали за играми команд. И было безразлично, кто из игроков клуба представляет какую страну, ведь мы все делали вместе. Вместе играли, вместе болели, вместе радовались победам. Независимо от того, из какой страны был игрок, мы играли вместе. Сейчас киберспортивное сообщество впервые за свою историю находится на грани краха. Такого разлада комьюнити не было еще никогда. И все потому, что армия России вторглась в Украину. Она бомбит и разрушает дома, школы, больницы, целые города. И от этого погибают мирные люди. То, что происходит в Украине, это не военная операция для защиты прав русского населения. Помните, русские игроки выступали за украинские клубы, приезжали на буткемпы, даже на команде вторжения. В Украине обещали русскоязычные студии. За команду Virtus.pro, когда мы играли в финале мажора, болел весь дворец Украины. Русских никто не ущемляет в Украине. В обратном убеждает лишь ваша пропаганда. Мой родной город Чернигов бомбят как только могут. Попадают в жилые дома, в детские площадки, в школы. Только вчера умерло 47 человек. Это люди, которые находились просто у себя дома, потому что им надоело выходить каждый раз, бежать в подвал. Потому что сирена звучит по 15 раз в сутки. Может у кого-то даже и нет у этого подвала, либо в бомбоубежище. У них даже нет возможности туда выйти. Когда началась война, я жил в Киеве на улице Лобановского. Мы не могли спускаться в бомбоубежище каждый раз, когда звучала военная тревога. Потому что один из членов моей семьи был в тяжелом состоянии здоровья. 25 февраля мы решили выехать из Киева. И нам повезло, потому что 26 февраля в мой дом попала ракета. Моим соседям повезло намного меньше. И сейчас их сын находится в больнице, в тяжелом состоянии здоровья с переломами позвоночника. Вокруг дома не было военных баз, не было военной техники. Это был жилой квартал. Войну в Украине нужно остановить. Я нахожусь и проживаю в Киеве. 24 февраля моя жизнь сильно изменилась. Звуки сирены воздушной тревоги и взрывы, которые я слышу каждый день, стали чем-то обычным. Но к этому невозможно привыкнуть. Пару дней назад мой дом трясся с такой силой, что мне стало страшно. Мне стало страшно за свою жизнь, за жизнь моей семьи, моих близких и друзей, и русских, и украинцев. Ко мне никогда не относились плохо в Киеве из-за того, что я русский. А сейчас мне страшно. Больно и страшно за то, что моя родина делается страной, в которой я живу. Остановите войну. Эту войну придумал Путин. И помогают ему не только тысячи русских солдат, стреляющих даже по мирным. Но и миллионы тех, кто верит этому правительству и поддерживают его решение. Не будь одним из них. Если тебе кажется, что ты ничего не можешь изменить, то это не так. Еще не поздно все остановить. Главное, не молчать и действовать. Расскажите своим родным, близким и друзьям о том, что на самом деле происходит в Украине. Покажите им фото и видео происходящего. И погасите их равнодушие. Найди тех, кто разделяет твои взгляды в своем городе и выступайте за мир вместе. Ведь выражать свое личное мнение – это твое законное право. Не молчи. Не молчи. Не молчи. Не молчи. Не молчите. Не молчи. Не молчи. В киберспорте мы всегда работали вместе. И все проблемы мы решали вместе и поддерживали друг друга. Давайте остановим эту войну вместе.